Филиал библиотеки имени Некрасова. Именно здесь Мария познакомилась с миром бумажной куклы через художественные произведения и влюбилась в них навсегда. Особой любовью с детства пользуются бумажные куклы, которые можно найти в книгах. Это очень интересно, потому что можно и прочитать книгу, и поиграть в куклу, нарядить персонажа, и проиграть сюжет книги заново. Перерисовывала Мария кукол и из библиотечных газет. Одну из таких барышень ей удалось найти для своей коллекции. Вот один из таких экземпляров. Это журнал «Веселые картинки». 5 мая 1991 года. Вот она кукла. Мы их срисовывали. Идея создания бумажных кукол принадлежит модисткам. В середине 17 века они распространяли красочные листы с нарисованными на них нарядами для светских дам. Только в начале 19 века появились первые персонажи для игры, которые продавались с одеждой. Одна из таких кукол – маленькая Фанни, созданная в 1810 году. В коллекции Маши есть репринт данной куклы более позднего издания. Это 70-е годы 20 века. Здесь нет привычной фигурки куколки. Здесь есть голова с плечами, которая подставляется в костюмы. Вот они. Три листа сменных костюмов. Вот такой первый набор бумажной куклы. Вот с этого началась эпоха бумажных кукол в виде игровых. В коллекции Марии есть как игровые куклы, так и на самом деле коллекционные, единичные экземпляры, по которым можно и готовиться к школе, и изучать цвета, изучать историю мода, но также приобщаться к мировой художественной литературе, которая экранизировалась и которая ставилась на сценах. Здесь на стенде представлен набор Ромео Джульетта, куклы-персонажи, наряды. Можно проигрывать сцены из этой книги, можно сопереживать героям, можно менять костюмы Джульетти, можно дополнять игру своими какими-то сценками. Куклы-гордость и предубеждение. Вот он, мистер Дарси в его нарядах. Маленькие женщины. Эта книга была и экранизирована, и очень любима авторами бумажных кукол. Есть у Марии кукла, которая выполнена в единичном экземпляре. Это кот. Его автор в жизни занимается шарнирными объемными моделями. И это их уменьшенная копия. Эта кукла прилетела из города Сысерть. И о существовании этого города я и узнала именно, когда заказала оттуда куклу. Так что куклы они расширяют и кругозор тоже. В комплекте нарядные камзолы, украшенные стразами, отрисованные глиттерными красками. Мимо этой куколки пройти было очень сложно. Но я не прошла. Бумажная кукла занимает особое место среди игрушек. Это увлечение для разных этапов взросления. Для девочки – дочки-матери. Для девушки – моделирование одежды. И коллекционирование для тех, кто просто любит кукол, как Мария Кронштадтова. Это ее кукольный мир, в котором интересно и уютно. А главное – в нем можно вернуться в детство, которого так не хватает взрослому человеку. Елена Хромова, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей. Продолжение следует...